Письмо майора Савкина Михаила Михайловича родным в Новосибирск из местечка Кандава, Латвия сразу после войны. 14 мая 1945 года. Здравствуйте, дорогая Зойша, Валерочка и если приехала мама. Во-первых, поздравляю вас с величайшим счастьем в нашей жизни, с победой над страшным гнусным врагом гитлеровской Германии. Эта радость, вспыхнувшая как яркий фейерверк ночью 8 мая, сейчас тихим огнем наполняет сердце и глаза каждого и, кажется, не будет конца этой радости. В ночь на 9 мая на весь мир прозвучали слова акта о безоговорочной капитуляции врага. Настали дни, когда мне довелось увидеть эту капитуляцию в натуре, как говорят. На днях видел одного генерала с его свитой. Он остановился в домике, занятом нашим подразделением. Ему освободили одну комнату, провели телефон. Толстый, высокий, в орденах, он старался как можно меньше показываться на глазах. Страх пропитывал всю его фигуру за совершенные злодеяния. В его свите полковник-эсэсовец, крючковатый нос, голубые глаза, рыжеватые волосы – это чистый с небольшой примесью арейц. У него на плечах один погон. Это его отличие. На груди кресты какие-то орлы со свастикой. Он нервничает. Отлично говоря на русском языке, обращается к одному из наших офицеров. Что с нами теперь будут делать? Тупоголовый. Он дрожит, вспоминая картины, которые он делал с нашими пленными офицерами. Ему отвечают – разберутся и накажут по заслугам. Но если вам нечего бояться, то сможете рассчитывать попасть в Сибирь. При слове «Сибирь» полковник бледнеет. В глазах его появляется страх. Сукин сын, он боится Сибири. Он правильно боится ее. Сибиряки ему нагнали страху под шкуру еще в 41-м году под Москвой. Пусть трепещет. Но сейчас они наши пленные. Плюешь от омерзения и досады и отходишь. Но на этом закончу. Работы столько, сколько не было, пожалуй, и в войну. Напишу в следующий раз, наверное, что придется пережить, встретить. Хочу написать немного Валерию. Неужели это его отметки? Какие плохие? У меня никогда не было троек. А мой сын учится с каждым месяцем все хуже. Ведь это форменное безобразие, стыд и срам. Скоро я приеду домой, а сын меня чем порадует тройками, плохим поведением? Нужно Валерию немедленно засесть за учебу и исправить свои промахи. Я, пожалуй, не приеду до тех пор, пока он не будет учиться ни ниже, чем на четыре по всем предметам. Пусть подготовится и сдаст снова испытания. Меня такие неуспехи сына очень огорчают. Еще раз, Валерик, говорю, подтянись, не огорчай маму и папу. А подарки тебе будут тоже зависеть от твоих отметок. Пока все. Крепко целую. Ваш Миша. Повзрослев, тот самый троечник, которого строго отчитывал в своем письме отец, подтянулся и исправил отметки. Валерий Михайлович Савкин стал доктором географических наук, главным научным сотрудником, профессором кафедры водных изысканий и гидроэкологии Новосибирской государственной академии водного транспорта. Я пошел в первый класс, и об этом моя мама писала отцу на фронт. Ну, вероятно, я не очень хорошо учился в первых классах, поэтому она ему написала, что у меня неважные отметки. В ответ я получил письмо, написанное для меня специально, о том, что надо хорошо относиться к своим обязанностям. Что вот он на фронте, защищает, так сказать, нашу страну, командование им довольно, он награжден двумя орденами. Надо и мне брать с него примеры, хорошо учиться. Ну, я уже, конечно, плохо помню, хорошо ли я выправился, но старался, старался выполнить все, что мне советовал в письме мой отец.